В самых ранних детских лет, 70-х годов прошлого века, я упивался геройкой революционных матросов. Эти пулемётные ленты, перекрещенные на груди, эти бравые вояки в брюках клёш, гордо шагающие по улицам моего города Петрограда, потом Ленинграда. Суровые взгляды, революционная решимость непреклонная, честные, добрые, справедливые, праведные, делающие революции. Даже жил я на улице Новосибирска, рядом с улицей матроса-партизана, героя революции Железняка. Но так ли уж честны, кристально-революционно были эти ребята, в ликозаломленных бескозырках, с развивающимися по ветру ленточками, чёрных бушлаток с блестящими пуговицами. Я решил в этом разобраться, понять их немножко роль в революции в свете последних событий и документов. И сегодня я отправляюсь в город Кронштадт, откуда, в общем-то, так сказать, и пошла эта геройка революции, откуда на постовые Петербурга вступили эти парни, увешанные оружием с гордыми и прямыми взглядами. Попытаемся разобраться, как и что было на самом деле. Всем привет и хорошее настроение, дорогие единомышленники. Взял на прокат делимобильку, вечер, 13 марта. Катаюсь и хочу заскочить в Кронштадт и снять небольшой обзорчик на Якорной площади. Сейчас заинтересовалась история кронштадтских всех этих мятежей. И вот меня очень, так сказать, поразило, потрясло, как зверствовали матросы в марте 17-го года, убивая своих офицеров. Это очень хорошо показано в фильме «Адмирал», если кто смотрел. Таким зверствам вот прямо на Якорной площади от них убивали, сбрасывали в имеющийся там довольно большой такой овраг, рядом с собором Илана Кронштадтского. Тогда он, по-моему, по-другому назывался. Едем сейчас по Суздальскому, вот, направляюсь в сторону Кольцевой и буду двигаться в сторону Кронштадта. Взял Volkswagen какой-то, полу, делимобиль прокатный. Не знаю, а сколько это мне встанет. Тоже интересно. Второй раз в жизни пользуюсь делимобилем. Посмотрим, что по деньгам. Вот так вот у нас сыро в городе. Ну, вот, ну, давайте. Дальше уже, наверное, буду снимать в Кронштадте или на дамбе поснимаю чуть-чуть. Ну вот, прибыл я в город Кронштадт на этом замечательном Volkswagen. И сейчас, соответственно, находимся, нахожусь я, находимся мы с вами возле собора вот этого кронштадтского Илана Кронштадтского. Смотрите, какая красота. Ночь, небо. Немножко прояснилось у нас народу мало. Сколько времени-то сейчас? Дай-ка я посмотрю на часы, извините, за съемку с рук. Опять стадикам не взял с собой. Так, а времени у нас 23.11, между прочим. Вот это как раз и есть якорная площадь города Кронштадта. Мы стоим на берегу одного из многочисленных каналов, которые прорезают этот город. Прекрасные освещенные здания. Там вот клуб моряков, офицеров. И сейчас мы с вами пройдем на крестовскую, на якорную, извините, площадь к этому собору. И посмотрим, где тут все происходило, так сказать, в эти революционные дни марта 17-го года. Кстати, сегодня же тоже март, да. Сегодня у нас 13 марта, а все вот эти жестокости и убийства происходили вот на этой площади. Вот там вдалеке, кстати, горит вечный огонь. Вот, видите, в такой пирамиде гранитной. Здесь много всяких исторических фишек. Вот там стоит какое-то орудие с мемориальной доской, направленное на дворец офицеров. Не знаю, что это на дом офицеров. Не знаю, чем оно посвящено, но какое-то тоже историческое. Вот поэтому мостику мы сюда и приехали. Вот. Площадь замощена брусчаткой. Сейчас, к сожалению, она в грязи и снегу, и не видно, что на ней красивой плиткой тротуарной выложен такой обалденный якорь, если смотреть сверху. Как-то так. Вот здесь, именно на этой площади якорной здании собора, надеюсь, узнаваемо хорошо. С 3 марта 1917 года происходили вот эти трагические события. Собирались митинги матросов или клешников, как их потом называли в Петербурге. Частично пьяная, частично, так сказать, деморализованная толпа принимала решение об уничтожении офицеров флота, которых они называли кровопийцами, зверями и мучителями. И вот такие вот матросики, потом, собравшись с комитетом, вооружившись оружием, в захваченном арсеналах, направлялись на квартиры офицеров под единственным лозунгом, так сказать, смерть кровопийцам. Врывались, захватывали своих командиров, которым испытывали ненависть, и волокли вот сюда на расправу. Некоторых убивали на месте, некоторых избивая волокли по городу. Поэтому, адмирал Непенин, Андрей Андриан Иванович, командующий империарским Балтийским флотом, был захвачен также толпой пьяных матросов, как и другие боеначальники офицеров флота, притащили на площадь. Вот кадры из фильма «Адмирал», которые именно на этом месте были сняты, то есть вооруженные захваченным оружием, притащив сюда своих отцов-командиров. И вот адмирал, как раз Непенин здесь снят, начали расстреливать их на склонах. Это вот склоны оврага, которые вам покажу позже. Вот устой моста, возле которого тоже убивали людей, мост вам покажу. Вот так вот, таким образом, все это, все склоны оврага. Овраг были усеяны телами офицеров, к сожалению, документальных кадров тех, вот адмиран Непенин, гибнущий под штыками матросов. Давайте еще раз полюбуемся этим великолепным собором, не так давно отреставрированным. Купол его видно, кстати, из Ленинграда, из Петербурга, довольно хорошо. Вот мы перед главным входом в него, сейчас он действующий. А раньше здесь был музей, когда этот собор был не отреставрирован еще. Музей, посвященный флоту. А мы с вами стоим вот на якорной площади, стоим как раз вот этом выложенном из плиток якорик, про который я вам говорил, на одной из его лап. Вот там находится у нас вечный огонь. Здесь за забором раньше была какая-то воинская часть. Вот, сейчас что-то там все сломали, я не знаю, что там будет, вроде что-то интересное делать. Вот она площадь в виде якоря. А вот там впереди памятник адмиралу Макарову. Мы к нему подойдем поближе, посмотрим, красивый памятник. Так вот, 3-4 марта 2017 года, после объявления манифеста об отречении от престола царя Николая II, в Кронштадте, в Гельсингфорсе, в Ревеле начались матросские бунты. Наиболее сильно это проявилось на крейсере, нет, пардон, на линейном корабле, на линкоре, император Павел I, озверевшая толпа матросов, уничтожила всех своих офицеров, убивали там всех, начиная от младшего командного состава и заканчивая, в общем-то, мичманами и так далее. Один из матросов, бывший кочегардом, кувалдой, убил несколько офицеров. Вот, и потом вот как бы вот наиболее такой распоясывающийся корабль был именно император Павел I. Все это перекинулось на другие корабли, убивали офицеров, стреляли, кололи штыками, бросали живыми еще под лед, тогда еще была, вся бухта была, были затянуты льдом. Вот, значит, а коменданта Кронштадта, значит, вытащили из квартиры полуодетого, избили, избивая, протащили по улицам через весь город, вот сюда, на якорную площадь, вот сюда. И вот здесь, у памятника адмиралу Макарову, его закололи штыками, а затем бросили во враг. Я удивляюсь, почему до сих пор нет никаких памятных знаков на этой площади, посвященных этим трагическим событиям. Вот, собирались поставить какой-то монумент. Вот, Вечный Огонь, он посвящен другим событиям, революционным, там, по-моему, или войне, я, честно говоря, к своему стыду не помню. Вот, а сейчас подойдем к памятнику адмиралу Макарову и посмотрим этот самый овраг, который очень хорошо показан в фильме «Адмирал», кстати. Вот там есть сцена, когда массово убивали офицеров флота, пьяная матрасня. Именно в этом овраге они были расстреляны, то есть место, политое кровью. Вот памятник адмиралу Макарову, великому нашему флотоводцу, погибшему, значит, при обороне порта Артура. Замечательный памятник, помни войну, надпись. К сожалению, освещен не очень хорошо, но я постараюсь его немножко так вот обойти. Ах, жаль, нет стедикама, стабилизации якоря. Да, морская символика. Знаете, адмирала Макарова при взрыве одного из кораблей смыла волной, и от него нашли только вот эту фуражку. Вот тут как раз этот момент запечатлен на памятнике. Волна в виде дракона, видите, наползает на подножие монумента и смывает адмирала Макарова в море. Очень такой памятник эмоциональный, я бы сказал. Вот так вот он стоит, рям с куполом собора. С изнанки памятника здесь имеются вот такие интересные барельефы. А, как классно собор здесь выглядит. Имеются такие классные барельефы. Медведь, у которого почему-то очень сильно натерт нос. Это, видимо, какая-то примета, надо за этот нос подержаться. Вот, и тонущий корабль. Или не тонущий. Ермак, а, в полярных льдах. Вот что это такое здесь, вот такой барельеф. Да, ну, Кронштадт вообще весь очень морской город. Весь он дышит морем. Здесь раньше он был закрыт, и вы, наверное, знаете, сюда было никак не попасть. Сейчас пока дамбу не построили. А вот теперь хочу вам показать этот самый овраг. Место гибели трагической офицеров. Вот здесь их расстреливали, кололи штыками, сбрасывали вот в этот вот овраг. Там под ну его протекает какой-то маленький ручьёк, а на берегу, вон, введь, стоят жилые дома. Жаль, что сейчас ночь, и поэтому плохо видно. Он такой довольно глубокий, с крутыми склонами. Через него имеется небольшой такой маленький мостик. Но очень красивый, подвесной. Сейчас, наверное, к нему тоже подойдём и посмотрим поближе. Вот мы в самом сердце города морской славы России. Города Кронштадта. И вот он, этот овраг. Почтим память погибших здесь офицеров. Красы и гордости русского императорского флота. Возвращаюсь из Кронштадта, ржу не могу. Машина не открывалась. О, блин, делимобиль, кар-сервис. Вышел погулять возле этого музея с мусорным, так сказать, с мусорным музеем. Хочу съесть машину, а мне телефон говорит, машину не вижу. Пока я дозвонился в этот делимобиль, я замёрз реально, холодно. Ну и потратил времени, наверное, на это дело минут 15, не меньше, я так полагаю. Сейчас я еду по дамбе. Вот, смотрите, вот это вот водопропускные сооружения нашей дамбы. Помните клип у группы Иванушкин, как это, International, здесь они пели песню «Тучи как люди» залезали на эти высокие сооружения. А вот там вдалеке, а, вам, наверное, не видно, мы едем вдоль залива, как бы, ну, по заливу, грубо говоря, не вдоль залива, а через залив, по дамбе. А вот там вдалеке мигает башня Газпром-Сити. Там что-то такая. Самое высокое здание, сооружение в Европе. Ну, так, её плоховато видно, вот сейчас она замигала. Вот, как ёлка новогодняя. Не помню точно её высоту, всё, собираюсь на неё забраться и посмотреть. Её в Финляндию видно, между прочим. Возвращайся, всё, дамба пустая, даже никого нет, корюшку никто не ловит, а-ха-ха, потому что залив льдом с кого-то, вероятно. Вот.